Григорий Плачков, экзлава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, присоединяется к нашему эфиру. Рады вас видеть, Григорий. Приветствую. Да, приветствую. Доброй ночи. Доброй ночи. А какие шаги может предложить МАГАТЭ по минимизации рисков и, главное, реализовать? Ну, во-первых, надо перевести пятый энергоблок в состояние холодного останова. Он на сегодняшний день единственный энергоблок, который остается в горячем останове, и для его охлаждения необходимо больше воды, чем для энергоблоков, которые находятся в холодном останове. Второй момент, я думаю, что надо все-таки от той администрации, которая находится на запорожской атомной электростанции, требовать выгрузки всего топлива, которое есть на сегодняшний день в активных зонах реакторов, для того, чтобы минимизировать рисков непроектных или запроектных событий на самой запорожской атомной электростанции. И думаю, что одна из основных миссий генерального директора убедиться в том, что на атомной электростанции, во-первых, достаточно альтернативных мероприятий и средств для того, чтобы поддерживать прудохладитель в надлежащем уровне в связи с разрушением дам Каховского водохранилища и снижением уровня в Каховском водохранилище. Я думаю, что это основная задача. Григорий, смотрите, вот появилась информация, что то самое Международное агентство по атомной энергии планирует отправить в Украину миссию, которая будет заниматься оценкой последствий взрыва на Каховской ГЭС. Это, конечно, тоже замечательная новость, но вот относительно того, что мы имеем, относительно темы нашей беседы, вот ситуация с Запорожской АЭС, международные наблюдатели, представители других стран, вот визит к Гросси. Также, каким образом можно оценить реальную ситуацию, которая сейчас происходит на Запорожской АЭС? Да, если сам Гросси до этого говорил, что эксперта Международного агентства по атомной энергии не хватает доступа к территориям, им не дают оккупанты этого доступа. Это же тоже не просто так, да. Что делать в этой ситуации? Какие есть пути? Вот смотрите, во-первых, россияне заблокировали ротацию инспекторов на площадке. Во-вторых, по заявлениям господина Гросси, он собирается расширить присутствие инспекторов на Запорожской АЭС. И третий момент, он собирается действительно требовать дополнительного доступа к Запорожской теплоэлектростанции и к системам, важным для безопасности, на Запорожской АЭС, которым не допускают инспекторов МАГАТЭ. Потому что это важно, потому что и есть запас воды, который и присутствует на Запорожской теплоэлектростанции. И я думаю о том, что он вправе это требовать. Но, понимаете, очень сложно оценивать ситуацию, потому что, во-первых, можно оценить ее только по спутниковым снимкам, которые есть в общем доступе. А во-вторых, к сожалению, автоматическая передача, автоматическая система передачи данных на нашу сторону не приходит, и мы потеряли управленческий и регулирующий контроль. Поэтому его визит даст гораздо больше информации нам для анализа той ситуации, которая существует на Запорожской АЭС. А что с уровнем воды вот в этом охладителе? Есть ли какие-то обновленные данные, насколько опустился уровень воды? Близок ли он к критическому? И какие цифры, какие показатели этого критического опущения? Сегодняшний день по всем официальным заявлениям уровня в пруду охладителя достаточно для охлаждения шести активных зон реакторов и бассейнов выдержки, которые есть на атомной электростанции. Но сегодняшний день он не падал. Я же говорю, на атомной электростанции есть еще альтернативные способы для того, чтобы заполнять и подпитывать бассейны-охладители на ЗАЭС. Там есть собственные скважины, есть запас воды на Запорожской теплоэлектростанции. И атомная электростанция зафиксировала уровни в конденсаторах на всех шести энергоблоках. Это также аварийный запас воды, который есть на Запорожской атомной электростанции. Мы понимаем, что в условиях полномасштабной войны что-то планировать невозможно. Но тем не менее, вот эти вот, как вы говорите, альтернативные способы поддержания Запорожской атомной электростанции, прекрасно, что они существуют. Но можно ли говорить, вот сколько времени есть у всего цивилизованного мира? Ведь все хорошее когда-нибудь заканчивается, особенно в этом контексте, когда мы имеем дело с таким подлым и циничным врагом. Сколько времени осталось у нас? Вот смотрите, да, вот взять даже тоже заявление господина Гросси. Я попытаюсь там достаточно просто объяснить ситуацию без технических терминов и без там сложной физики. Вот его заявление было недавно о том, что ситуация на Запорожской атомной электростанции, она сравни игре в кости. Но я должен просто это опровергнуть, это уже даже не игра в русскую рулетку, что характерно для Российской Федерации, да, и для ее менталитета. Просто патронов в этом барабане, этого револьвера уже достаточно. Атомная электростанция на одной линии электропередач, идет прессинг персонала, станция заминирована и находится достаточно много боекомплекта и тяжелой техники на Запорожской атомной электростанции. Подрыв Каховского водохранилища и вот этим револьвером Российская Федерация просто манипулирует международным обществом цивилизованным, потому что международное общество никак не может понять, им или угрожают, или Российская Федерация собирается себе выстрелить в ногу, или собирается совершить самоубийство. Поэтому, я же говорю, понять, что у русских в голове после подрыва Каховского водохранилища очень сложно. И риски того, что на атомной электростанции могут произойти события, которые там запроектные или непроектные, просто повышаются. Эту цифру можно высчитать математически. И она, к сожалению, очень такая тревожная на сегодняшний день. Григорий, скажите, вот после восстановления контроля над Запорожской атомной электростанцией, как много усилий нужно будет приложить, чтобы, во-первых, для начала ее, а, обезопасить, а, ну и в идеале, конечно, довести до рабочего состояния? Ну, сегодня, кстати, тоже было, я читал последний пресс-релиз Министерства энергетики. Очень страшная просьба министра энергетики вернуть хотя бы один энергоблок в объединенную энергосистему. Но, к сожалению, вообще непонятная, для меня непонятная эта позиция. С тем уровнем водохранилища и с теми событиями, которые происходят на Запорожской атомной электростанции, зачем на сегодняшний день его возвращать? Возвращаясь к вашему вопросу, к сожалению, без решения проблемы дамбы Каховского водохранилища и без решения проблемы наполнения Каховского водохранилища вернуть атомные энергоблоки сейчас в эксплуатацию невозможно. Поэтому необходимо будет решать и вопрос с дамбой, и необходимо будет решать вопрос с уровнем. С сегодняшнего уровня даже того бассейна-охладителя, его недостаточно для того, чтобы вернуть атомную электростанцию к проектной мощности. То есть это еще один довод того, что нужно будет восстанавливать все-таки Каховскую гидроэлектростанцию? Я недавно участвовал в обсуждении с экологами этого вопроса. Такая тоже достаточно для меня странная позиция о том, что, а может и не надо возрождать гидроэлектростанцию и строить дамбу. Может, для экологии это лучше, но, опять же, понимая о том, что страну надо восстанавливать, и стране необходимо будет назвать дешевой электроэнергию с атомных электростанций, тоже сложно. Но, по крайней мере, она дешевле из других источников. И эта станция нам, и Каховская ГЭС, и Запорожская атомная электростанция, и Запорожская ТЭС нам необходимо будет в возрождении нашей страны, в возрождении нашей экономики. Поэтому у меня нет сомнений о том, что надо возрождать и гидроэлектростанцию, и надо возрождать Каховское водохранилище. И напоследок, вы знаете, Запорожская атомная электростанция – это не только стратегический объект, это, давайте честно говорить, это еще и люди. Расскажите, пожалуйста, про персонал Запорожской атомной электростанции. Все мы понимаем, в каких... Хотя нет, мы этого понять не можем, но... Это можно понять. Да, по той информации, которая есть, давайте озвучим всему миру, что проходят эти люди на протяжении всего времени, временной оккупации данной атомной электростанции. Я думаю, во-первых, это героический период для людей на Запорожской атомной электростанции, потому что это лицензированный научный персонал, его осталось не так много тоже на Запорожской атомной электростанции. Они, по моему личному мнению, сейчас просто борются за выживание атомной электростанции и несут на своих плечах ответственность перед всем мировым сообществом, за ядерную и радиационную безопасность на ЗАЭС. Им очень непросто, понимая тот прессинг, который происходит на Запорожской атомной электростанции, а там весь букет. ФСБ, ГРУ, Нацгвардия, Кадыровцы и непонятно кто, я считаю, что они на сегодняшний день справляются со своей задачей просто героически. Григорий, спасибо большое за этот сложный, но важный разговор. Григорий Плачков, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, был в эфире телеканала Freedom.